На базар ходили мы. Много груш там и курмы. Есть лимоны, апельсины, дыни, сливы, мандарины. О том, что будет педагогом, Людмила Лагун знала с детства, говорит, иначе и быть не могло, ведь она из учительской семьи и после школы решила продолжить династию, получив специальность воспитателя. А затем приобрела еще одну и стала дефектологом. Людмила Анатольевна работает в саду номер 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи. Каждый день женщина учит малышей выговаривать различные буквы. Мне нравится эта профессия. У меня замечательный коллектив, у меня замечательный сад. И я вижу горящие глаза детей, горящие глаза родителей, и по-другому я не могла поступить. И я никогда в жизни не поменяю свою профессию ни на что. Профессиональную карьеру женщина успешно сочетает с ролью мамы. У Людмилы двое детей. Младшей дочери Даши 14 лет. И она чемпионка мира по фиткиду и чемпионка Беларуси по аэробному фитнесу. Кроме этого, у нее есть первый взрослый разряд по прыжкам в воду. С самого детства Людмила Анатольевна много вкладывала своего ребенка и всегда поддерживала его начинание. Без присутствия мамы не обходится ни одно выступление девочки, которой она очень гордится. Мы везде с ней ездим. Вот в Москве она на чемпионате мира по аэробным танцам, акробатическим танцам. Она завоевала третье место. Вот мы были там. Мы ездим везде в Брест и в Гомель. Нам это нравится. Нам нравится смотреть это, хлопать, поддерживать ее. Я очень благодарна ей, потому что она всегда поддерживает меня, всегда ездит со мной на какие-то соревнования. Даже если у меня что-то не получается, она говорит, чтобы я не унывала, только шла вперед. Глава семьи Александр тоже отмечает большой вклад супруги в достижение любимого чада. Впрочем, она и сама не сидит на месте. Тоже любит спорт и следит за фигурой. Для своего мужа ей хочется быть самой боятельной и привлекательной. Я благодарен судьбе, что у меня есть такая прекрасная, хорошая жена. Она как женщина, как мать, очень хорошая, как профессиональной точки зрения тоже ее ценят на работе. В свободное время Людмила Анатольевна вышивает картины. Это ее отдушина. Любит дарить свое творчество родным и знакомым. Вот такой нам предстала наша сегодняшняя героиня. Кто будет очередной женщиной, расскажем на следующей неделе. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.